Сначала город накрывал туман, а потом вышло солнце и столбики термометров показали плюс 8. У природы нет плохой погоды, однако не всем по плечу такие капризы. Зима близко, говорят метеорологи, и предупреждают о температурных качелях уже на этой неделе. Ситуацию сугубит сильный северный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Конечно, погода в ближайшие три дня будет неустойчивой. В ближайшие сутки нас ожидает смена погоды. На среднюю Волгу идет похолодание. В ближайшие сутки температура ночная и дневная будут примерно одинаковыми. От минус 3 до плюс 2 градусов. Ощущения будут вместе с такой температурой и усилением ветра как бы нехорошими для людей. И атмосферное давление начнет интенсивно расти. В четверг столбики термометров опустятся еще ниже. Ночью ожидают до минус 10. Возможен снег. Но рано радоваться зиме. Уже в конце недели погода снова удивит. В пятницу синоптики ждут потепления благодаря движению атлантических воздушных масс. А вместе с ним и мокрый снег. Медиачувствительные люди уже сейчас чувствуют перемены. Больше всего страдают сердечники. Это гипертоники, у кого повышается давление. Больные с эшемической болезнью сердца, ношение ритма. Все они достаточно чувствительные к изменениям погоды. В первую очередь рекомендуем предварительно, если они знают, что будут изменения погоды, какие-то геомагнитные влияния. Немного увеличивать дозу препаратов, которые они принимают постоянно. Где-то в среднем на полтаблетки в день обязательно. Если это связано, например, с понижением давления, то есть у гипотоников на фоне изменения погодных условий, то рекомендуется увеличить количество жидкости. Лучше, конечно, минеральной воды, более соленой, потому что она более способствует повышению давления. Спасет и чашечка кофе, если только вам нужно поднять давление. Но кофе должен быть сладким. А тем, кто отказался от кофеина, рекомендуют зарядку. А именно, упражнение с поднятием ног и рук вверх, лежа. И, конечно, важно не пренебрегать консультацией медиков. Есть и те, кто без видимых физиологических причин не находит себе места, списывая все только на осеннюю хандру. Психологи утверждают, что хандра зависит от типа нервной системы человека, который, в свою очередь, передается генетически. Если вы, к примеру, замечали склонность к меланхолии у своей бабушки, то, вероятнее, и вам она будет близка. Если не сейчас, то с годами. И главное здесь, говорят специалисты, это принять свое состояние. Конечно, не нравится болеть. А кому нравится? Конечно, не нравится плохая погода. Хочется солнца, не хочется дождя. И дождь вообще это навевает такое, ну то, что грустное настроение. А вот настроение размышления, так сказать, анализ такой. И не всем все нравится. Вот эти вот такие вехи, которые человек проходит в своем развитии личностном, они не хороши, не плохи. Они есть, они всегда будут. Когда вышла замуж, и неудачно. Или наоборот, когда родился ребенок, а он болен. Очень много ситуаций, когда человек не хочет принять. Осень надо принять. Со всеми ее дождями, холодом. Но не все это могут. И это тоже, ну, развитие личности. Это ментальное здоровье. Впрочем, если верить статистике, то осенней грусти подвержены лишь 7% населения. В то время, как остальные в межсезонье проблемы не видят. А напротив, в любом времени года находят что-то удивительное и неповторимое. В нынешней эпидемиологической ситуации делать это становится сложнее. Чтобы поддержать население, на этой неделе на базе медицинского университета начнет работу горячая линия, где можно будет бесплатно получить помощь психолога. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События.